То, что я ищу, в такие аквариумы не влезет. Такие аквариумы можно даже в гостиной поставить. Но нашлось то, что я не ожидал увидеть. Адриатический осетр. Впервые вижу этот вид осетра. Небольшая рыба, но это все равно важно. Мне сказали, что они вымерли, но в неволе они явно еще существуют. Но тут всего одна рыба. Интересно, что она тут делает? Какова ее история? Судя по тому, что я слышал или читал, осетр давно исчез из вод Италии. Так откуда тут эта рыба? Об этом лучше спросить владельца аквариума. Я Джерми. Откуда здесь взялся осетр? 8 лет назад мне его дал Джачинто Джованнини. Похоже, несмотря на то, что в природе осетр не встречается, он не совсем еще исчез. Виталина говорит, что это особь с рыбной фермой. Эта рыба досталась ему от человека по прозвищу «Отец осетров». Он живет всего в получасе езды отсюда. Мне сказали, что у этого человека одна из крупнейших ферм по производству осетровой икры в регионе. Могла ли рыба уплыть с фермы и по рекам добраться до озера Гарда, где ее и приняли за монстра? А вот и рыбная ферма. Тут сотни адриатических осетров такого же размера, как и тот, что из аквариума. Но мне нужна особь побольше. Бонжорно. Бонжорно. Меня зовут Джерми. Очень приятно. Что это? Это адриатический осетр, также известный как итальянский осетр. Я спросил Джачинто, может ли осетр отсюда уплыть. Он сказал нет. Но он сам десятки лет выпускает этих рыб на волю, надеясь восстановить их популяцию. И несколько раз он выпускал их в реку По, которая связана с озером Гарда. Может, недавно видели именно адриатического осетра, которого вывели в неволе 25-30 лет назад. За это время особь может достичь внушительных размеров. Может быть, это именно осетр? Это серьезный размер.